Вот что я вам расскажу. Я, конечно же, ка... А, всем привет! Извините. Конечно же, каждый раз, да, а этих разов было не очень много, но каждый раз, когда я записываю новый трек, я, конечно же, жду, когда мне его пришлют, я его послушаю, и всё в этом духе. Но, скажу честно, так как этот трек, я никакие свои треки так сильно не ждала. Я просто жду так сильно, и я же себе сказала, чтобы я не слушала демку, я себя заставляю, потому что в демке-то пою не я, и мне очень нравится демка, как там всё спето, очень классно, но я себя заставляю, потому что я рассказывала, я, вот как могу назвать это всё, я заложник демок. Мне нравится демка, я её, ну, слушаю, потом я иду, записываю трек. Понятное дело, что мой голос отличается от голоса, там, в демке другого человека, да, девушке, девушке. И, понятное дело, что у меня такой диссонанс, типа, мне же нравилась вот эта версия демки, а тут я, и как бы одно дело, когда ты снимаешь видосы, ты привыкаешь к тому, что ты слышишь свой голос на видео. То есть есть люди, которым тяжело слышать свой голос на видео от того, что они не привыкли. Я к этому привыкла, для меня мой голос на видосах, это, типа, вообще ничего нового, это как просто пойти вот так вот затылок почесать, а для кого-то это, ну, так, типа, о, боже, это мой голос, я вообще не могу слушать свой голос на видео. Знаете, есть такие люди, реально, я думаю, что даже среди вас кто-то такой, да, да, это я, вот. И у меня точно так же с пением, с музыкой. Мне очень, хотя, казалось бы, уже можно было привыкнуть, но реально все равно еще не привыкла до конца слышать свой голос. Но мне кажется, этот трек такой крутой! Короче, угар в том, я не знаю, рассказывала в прошлом влоге или нет, что, да, я всегда стремлюсь зачем-то петь абсолютно другие песни, ну, типа, грустные какие-то, более там, еще что-то, то есть даже когда мне всякие сонграйтеры присылают демки какие-то, а, да, я напишу, типа, здравствуйте, а есть что-нибудь в стиле Мэдисин Бир? Мэдисин Бир, вот эта вот грустная песня, где она плачет под дождем, вот такое люблю. И, ну, это вот, типа, знаете, очень странное чувство, как будто бы мне всегда хочется быть более серьезной, более взрослой. Но суть в том, что мне не хочется быть, я и так достаточно серьезный человек, несмотря на то, что вот то, что вы видите во влогах, да, там, я могу где-то придуриваться, угорать, конечно, это тоже я, то есть это я не играю, я такая в жизни, я люблю поржать, поугарать, поприкалываться. Вообще для меня поугарать, это вот чуть ли не на первом месте в жизни. Для меня очень важно, чтобы люди, которые меня окружают, тоже любили поугарать, посмеяться, смеялись над моими шутками. Вы знаете, для меня, ну, я тоже много раз рассказывала, ничего не имеет такого сильного значения в общении с человеком, как, наверное, вот юмор, ну и, понятно, интеллект, да, чтобы интересно было общаться, не всегда же только ржать. Кто-то под предыдущим влогом, как раз не под предыдущим, а под преды-предыдущим, там, где у меня была фотосессия, я болтала с девочками, и кто-то, короче, там написал то, что, Юль, ты вообще в курсе про этику общения с людьми, то, что ты должен не только про себя рассказывать, но и слушать, что тебе люди, ну, рассказывают там про себя. И я такая думаю, вы что, хотите сказать, что я невоспитана? Не хочу себя восхвалять, но, наверное, я буду восхвалять свою маму, своих родителей, потому что я считаю, что я очень хорошо воспитана, и это сто процентов так. Я очень тактичный человек, я никогда никому не скажу что-то такое неприятное. Я всегда стараюсь, вспоминаю о том, что нужно думать, прежде чем ты говоришь, потому что все люди разные, и ты можешь что-то сказать, человека это заденет, то есть я никогда не подойду к человеку и не тыкну там на его какую-то, ну, там, проблему, скажем так. Это, грубо говоря, как я уже рассказывала историю о том, что в школе у меня был одноклассник, и, ну, понятно, у меня тоже были проблемы с кожей, и он просто мог подойти и, типа, поржать надо мной, и, типа, «Ха-ха, у тебя чего, прыщи?» Типа вот такое, знаете, и для меня это как раз-таки вот бестактность, некрасиво, и, ну, таких людей, на самом деле, очень много, и я не сомневаюсь в том, что я очень воспитанный человек. Конечно, я могу ругаться матом, да, но это уже другое. Я никогда не разговариваю там с людьми старшими, неуважительно, я вообще со всеми всегда стараюсь, ну, и считаю, что я общаюсь очень уважительно, с пониманием, всегда слушаю, когда мне что-то говорят. Вот в этом меня никто не может обвинить, и меня это никак, никогда не обидит какой-то несчастный комментарий от человека, типа, какая-то бестактная. Короче, объясняю просто, почему кто-то так, наверное, подумал, потому что в моем влоге, там, где у меня была автосессия, я оставила только тот кусок разговора, где я рассказываю про себя, потому что это же мой канал, это мои подписчики, и им будет интереснее послушать, что я рассказываю про себя, чем там вот люди, которых они не знают. Это во-первых. А во-вторых, как я могу оставить какие-то рассказы там других людей в моем видео, вдруг это для них личное, вдруг они этим ни с кем не хотели делиться. Ну, то есть мы разные темы обсуждали. Понятно, что они такие какие-то там жесткие, мы не говорили про какие-то там проблемы, еще что-то, ну, про какие-то ситуации жизненные, но мне кажется, что если бы я все это оставила, это выглядело бы и было бы, ну, бестактно как раз-таки. А то, что я все это вырезала, я оставила только разговоры, где я рассказываю про себя, конечно, это же мой канал, и, типа, это же то, что я думаю, то, что мне не стремно рассказать, выставить в интернет. Поэтому для меня это было очень странно, я даже ответила на этот комментарий. Ну, короче, обвинить меня в какой-то бестактности, в невоспитанности, ну, я могу этим людям просто посмеяться в лицо, потому что... А, во-во-во-во-во-во. Заметила один момент. Во время разговора с девочками перед съемкой Юля про себя и про себя. Почему-то не интересуется, как другие девчата. Одна девочка у нее спрашивает что-то. По идее, Юля, по этикету общения, если хочешь сделать разговор приятным для себя собеседника, не забывай про него. И такой смайлик, типа... Типа, ну, ты вам все. На что я решила ответить. То есть, иногда мне хочется таким людям написать, типа, ты че ебаная, б***ь? Понятно, я так не делаю. Хотя бывают очень редко такие случаи, когда я отвечаю. Так что те, кто когда-то хотели и думали обвинить меня в том, что я какого-то невоспитанна, таких воспитанных людей, как я, еще поискать надо. Ну и хотелось бы еще... Хотя... Хотела сказать то, что, типа, невоспитанные люди не приходят к какому-то там плюс-минус успеху, да? Ну, успеху, скажем. Ладно, че я себя постоянно занижаю? Все равно я же, ну, известная. Так вот, хотела сказать, что невоспитанный человек никогда не добьется какого-то успеха. А потом вспомнила несколько блогеров, я не буду называть их имена, но среди блогеров есть такие люди, причем они достаточно очень популярны, и есть такие люди, не знаю, как сейчас, потому что я с ними не общаюсь, с этими людьми вообще, потому что это настолько, ну, не мое, мне прямо это очень сильно противоречит моим устоям жизни, общаться с такими людьми. Я не говорю, что они какие-то ужасные, но то, насколько они невоспитанные, бестактные, я таких людей терпеть не могу. Это, знаете, когда человек специально даже хочет тебя подковырнуть, что-то сказать, как-то тебя унизить, прилюдно мерзость. Мы сейчас смотрим сериал «Карточный домик», что-то такое очень крутой, я думаю, что, ну, там, если меня девочки смотрят, у которых есть парни, и вы не знаете, что вместе посмотреть, я думаю, что это им понравится, там всякие политические разговоры, то есть как будто бы нам показывают, типа, изнанку всего этого. Посмотрите трейлер, реально очень классный сериал, ну, мне реально нравится, Славе нравится, то есть мы прям кайфуем, это очень интересно, там про всяких конгрессменов, типа депутатов, видите, президентов, всякие их мутки внутренние, как кого там выдвигают куда-то, всякие разборки, при этом какие-то интриги, скандалы, расследования, журналистика, ну, короче, классно. Реально, я очень люблю такие сериалы, которые рассказывают мне, например, о чём-то, в чём я вообще не секу, и я могу это посмотреть, и хотя бы просто предполагать, ну, как это может быть, потому что про этот сериал говорят, что это вот прям, типа, пособие какое-то, типа, вот если вы не знаете, как это бывает, то вот так это бывает. Мы посмотрели сериал, я лежу, долго не могу уснуть, всякие мысли в голове, я думаю, чё, чё, ещё нос заложила. Короче, я встала, в итоге взяла все свои манатки, чай свой, это самое, села за ком, это было 4 утра, и как давай смотреть все свои влоги, ну, не все, начала смотреть просто свои влоги, которые там, типа, год назад, полгода назад, 11 месяцев, ну, вот такие, короче, что-то залипло, опять с дачи влоги посмотрела, когда мы там жили, на даче, вот, карантин, прикольно, и так понравилось. Потом всё-таки я легла спать, и мне приснился сон, прям такой сон, знаете, как будто наяву, я ещё когда проснулась, побежала к зеркалу, мне приснилось, что я просыпаюсь, подхожу к зеркалу, и у меня чистая кожа. Я смотрю на своё лицо, и думаю, это просто офигенные, офигенные эмоции, чувства, и понятно, что это сон, но в итоге потом, когда я реально уже проснулась, причём у меня такое утро сегодня было дебильное, просто, в 10 утра мне звонит курьер, говорит, что я через 5 минут буду, типа, откройте шлагбаум, туда-сюда, и я такая, окей, я понимаю, что он скоро приедет, но как бы я всё равно, типа, лежу в кровати, то есть по телефону, ага, окей, лежу в кровати, а я на минуточку легла спать где-то в 6 утра, и как бы 10, это типа 4 часа я погремала, я думаю, жесть, ладно, и я, получается, не ныряю в этот глубокий сон, потому что я знаю, что сейчас позвонит курьер, мне ему надо открыть шлагбаум, потом встать, и я лежу, лежу, то есть не позволяю себе в этот глубокий сон провалиться, никто не звонит, никого нигде нету, в итоге, где-то я не знаю, через сколько минут, но я в итоге уснула, в этот глубокий сон, и просыпаюсь опять от звонка, и курьер такой говорит мне, я типа вот на этаже, у вас какой этаж, я говорю, такой-то этаж, и курьер такой, ага, всё, сейчас я буду тогда, замечательно, а что вы мне тогда звоните, и говорите, что вы там типа открываете шлагбаум, круче, ну ладно, 10 утра, это нормальное время для того, чтобы проснуться уже, но у меня-то режим, и все курьеры об этом не знают, и меня это бесит, в итоге приезжает курьер, всё мне отдаёт, что там надо, не надо, и говорит мне, сейчас я буду выезжать, вы мне откройте, пожалуйста, окей, я ложусь в кровать, опять всё, не звонит, и не звонит, ну что ты там делаешь, ну уже, это просто вот типа подняться в квартиру, сесть уже в прогретую машину, в которой ты приехал, выехать, это блин, 5 минут, просто с учётом того, что тебе нужно на лифте спуститься, пройтись, сесть, завестись, подъехать, и всё, не звонит, и не звонит, не звонит, и не звонит, я опять проваливаюсь в этот глубокий сон, то есть у меня такие качели сегодня утром были, в итоге звонит, говорит, ну всё, типа открывайте вот этот шлагбаум, я ещё даже не успела открыть, курьер бросает трубку, а я как обычно, я открываю, говорю, всё, и мне как бы там человек говорит, да, открывается, спасибо, до свидания, ну типа вот такого, то есть чтобы я убедилась, что всё ок, можно бросать там, вешать трубку, просто бросает трубку, и я такая типа, я в итоге всё равно открыла шлагбаум, ну не дождалась ответа, всё ок или не ок, ну короче, очень странно, в итоге просто я потом вырубилась, и все свои будильники, выключала нафиг, и проснулась я где-то без 20 час, или вообще в два, ну короче, поздно, я встала, я выставила тикток, причём это не тикток, это я сториз вчера снимала, где я вещички свои показывала, новые, в белом костюме, где я сумка, и такая вот, сейчас вам покажу, просто угар, новый день, вчера день так быстро закончился, самое интересное, то, что вам нужно знать, завтра понедельник, ну сегодня воскресенье, завтра понедельник, я пойду делать новый маникюр, и я не буду краситься вообще, и умывать лицо, представляете, то есть, когда я проснусь, я почищу зубы, протру глаза, и так буду ходить весь день, на самом деле, это, ну не страшно, один день это норм, вот, ну короче, всё к тому, что во вторник, я поеду в клинику, и мне будут делать соскоб, брать вот это вот, всё на клеща, проверять этого самого клеща, демодекс, демодекодзи, я вчера ночью сидела, залипала на разные видосы, на фотки, в интернете, как выглядит, и всё такое, я думаю, что у меня клещ, я просто не хочу это исключать, в том плане, что, ну как бы, это очень похоже, хотя это выглядит ужасно мерзко, этот клещ, это просто, я как представлю, о том, что этот клещ ползает, по мне, в моей коже, в этих волосяных поликулах, сидит, спит, размножается, откладывает яйца, вырвать охота, как выглядит моя кожа, после чистки, в общем, впрочем, ничего нового, да, типа, какие-то жёсткие болячки, ушли, корочки у меня вообще, вчера отвалились, то есть, в этот раз, мне очень понравилось, как мне сделали чистку, в тот раз тоже, но в тот раз у меня было и болячек больше, то есть, в этот раз их уже меньше, в принципе, было, у меня вышло ещё много всего интересного, я насчитала где-то 14, да, но опять же таки, я постоянно себя успокаиваю тем, что, наверное, это выходит то, что там было, и так и надо, в понедельник, через понедельник, 14 числа, я записалась в Mail Studio, тоже на специальную такую чистку, мне будут чистить, и сразу же делать туда укол, с антибиотиком, и что-то типа в духе Мезовартен, ну, что-то такое, типа, полезно для кожи, вот, а, получается, послезавтра, во вторник, я пойду сдавать на клеща, я очень рада, что я собралась, наконец-то, потому что, мне вообще сказали, что двое суток, нельзя краситься, умываться, и я такая, типа, чёрт, ну, как я могу выбрать такие дни, когда не краситься, не умываться, у меня же, ну, жизнь кипит, мне нужно снимать сторисы, мне нужно быть онлайн, мне нужно там встречи, всё такое, на самом деле, суток достаточно, получается, вечером сегодня я, ну, смою макияж, и уже всё, и уже не буду ничего такого делать, главное не забыть, это, знаете, как я делаю ресницы, там же сутки тоже их нельзя умывать, ну, сделала ресницы, домой прихожу, начинаю умываться, такая, думаю, как ни в тём не бывало, потом такая, а-а-а-ой, поэтому, да, нужно всё это дело не забыть, сегодня у меня план такой, в 7 часов я встречаюсь в торговом центре Атриум, 4-5 подписчиков, которые выиграли у меня платье, я вчера всё разложила, кстати, вчера я очень долго убиралась, где-то до 3 часов ночи, я убиралась дома, протёрла всю, везде пыль, у меня остался только такой вот момент, ящик Пандоры, у меня вечно в столе бардак, точнее, вы знаете, я даже как-то на влог разбиралась в своём столе, в этих ящиках, и я там разбираюсь, но всё равно через какое-то время там происходит бардак, потому что в какой-то момент там провода, которые я красиво завернула, я их, ну, использовала, потом, ну, туда забросила, и всё такое, поэтому мне бы в идеале разобраться здесь, потому что тут просто жесть, просто жесть, настолько неорганизованная, и мне это бесит, я, правда, туда очень редко залезаю, поэтому я не думаю про стол, но надо всё равно, поэтому везде вчера протёрла пыль, пропылесосила, протёрла пыль, поменяла постельное бельё, сделала две стирки, сняла сухое бельё, разложила всё, единственное, что нужно всё это отпарить ещё, ну, погладить, всё такое, этого я не сделала вчера, вот что ещё сделала, ну, короче, всё помыла, ванна, туалет, кухня, короче, всё по красоте, и на сладенькое, под конец уборки, всегда у меня этим заканчивается уборка, я помыла полы, и на самом деле, каждый раз, когда я ленюсь помыть пол, просто люблю, когда вот всё равно, знаете, можно, конечно, пропылесосить, но сразу видно, когда пол помыли, то есть он прям отличается, и на самом деле, когда я ленюсь мыть полы, это очень тупо, потому что помыть полы дома можно достаточно быстро, ну, как бы я просто один раз прохожусь, но я стараюсь делать это час, и, ну, вполне этого достаточно, ну, какие-то комнаты, конечно, вот эту комнату большую, два раза я мою, но в целом, очень чисто, так что, да, стёкла, ну, окна нет, стёкла, всё вот это протёрло, очень горда собой, большая я молодец, так что вот, я всё ещё продолжаю оставаться позитивной, и кто-то там в комменты написал, можно даже посидеть, почитать, в целом, все комментарии очень добрые, я хотела сказать огромное спасибо всем своим подписчикам, которые поддерживают меня, которые пишут, Юля, вообще забей на эти прыщи, снимай видосы, мы тебя любим, не из-за твоей там внешности, наверное, ну, и вот, и у меня есть переживания, потому что я думаю, что если мне скажут, что у меня клещ этот, демодекс, демодекоз, и мне скажут, выбросить всю косметику, я не знаю, мне кажется, я не смогу, ну, это типа такое, но знаете, в каком случае я смогу это сделать, наверное, если мне скажут, чтобы вылечить этого клеща, мне нужно перестать пользоваться косметикой, я думаю, что перед тем, как перестать использовать косметику, я сделаю себе какую-то не процедуру, может быть, реально пропью антибиотики, что-то в духе, чтобы кожа очистилась, и чтобы я могла реально ходить без косметики, понятно, что это будет не так красиво, как с косметикой, но к черту косметику, если у тебя, блин, видно, что кожа вообще ужас, конечно, я это понимаю, но ходить тоже с прыщами я не смогу, ну, в смысле, которые не замазанные, красные, там еще что-то, я не смогу так ходить, поэтому мне нужно будет сначала убрать какое-то там, типа воспаление, потому что я точно помню, один раз мне помогли антибиотики очистить мою кожу, она была очень-очень прилично, выглядела реально, я даже смотрела, ну, где-то полгода у меня так было, то есть где-то на полгода мне помогли антибиотики, но я их не пила, мне их, типа, как уколом, капельницей, что-то такое делали, ну, короче, и мне это реально очень помогло, и я прямо этого вспоминаю, что думаю, вау, и вот мне что-то такое бы сделать тоже, ну, не хочется, конечно, я вообще противник всего этого, но, понятное дело, понятно ради чего, я умываюсь дегтярным мылом, уже на протяжении достаточно немаленького количества времени, ну, ладно, маленького, наверное неделю, может даже меньше, ну, просто сам факт, что вообще я до этого сама дошла, ну, как дошла, я такая думаю, блин, куплю дегтярное мыло, купила, и мне еще как раз косметолог, дерматолог, сказала то, что умывайся вот этим вонючим мылом, тоже мне посоветовал всякие штучки, которые лучше использовать, вам тоже сейчас покажу, так, вот мое дегтярное мыло, вонючее, но я его люблю, хлоргексидин, у меня вот такой вот, уже, кстати, закончился почти, протирать лицо хлоргексидином, и баниоцин, вот такой вот порошочек, баниоцин, короче, в чем кайф этой штуки, то, что здесь нет спирта, вот это совмещаешь, и хорошо нет спирта, потому что, используют всякие какие-то крема, или штучки, какие-то мази, бывают, они содержат спирт, из-за этого покраснения долго не проходят, а вот с этой штукой, типа, быстрее проходят, я обычно как делаю, я промокаю ватный диск, хлоргексидином, прям конкретно, так, чтобы он был прям мокрый, и вот эту фигню сюда сыплю, и начинаю прикладывать, чтобы оставалось след, то есть, как бы, типа, влага мокрых хлоргексидин, плюс порошочек, дает какую-то, типа, как, ну, имитацию мази, вот, и все это со временем высыхает на коже, и превращается просто в какую-то пыль, ну, белую такую, знаете, вот каждый день я подхожу к зеркалу, и думаю то, что как будто бы становится лучше, все равно все очень плохо, и мне иногда кажется, что я уже на грани того, чтобы перестать быть такой позитивной, и верить в какой-то успех, но я держусь пока, я вам сообщу, в какой момент я пущу руки, надеюсь, что этого не произойдет, но считаю, что никто, никто не вправе винить меня в чем-то, и говорить, что я там чего-то не хочу, и не хочу избавиться от прыщей, писать свои, свои всякие глупые предположения, то, что, типа, я должна отказаться от чего-то, или я должна пойти начать что-то пить, ну, как бы, только, мне кажется, глупый человек так напишет, потому что все умные, адекватные люди, они ходят по врачам, и ищут не тот способ, который им удобен, а тот способ, который также не навредит организму, я просто знаю кучу историй, знаете, когда люди, дело даже не в деньгах, ну, скажем, тратят, тратят очень большие деньги, на лечение, пьют всякие дикие лекарства, что они только не делают, а потом оказывается, что у них элементарная какая-то фигня, которую можно вылечить, каким-нибудь сраным куском мыла, ну, типа, знаете, и я считаю, что я не дура какая-то, не глупая, то, что я гоняю по врачам разным, мне что-то назначают, а я не начинаю что-то пить, потому что я считаю, что сейчас я собираю информацию, сейчас я собираю информацию, пробую там, пробую здесь, слушаю, что мне тут скажут, слушаю, что мне там скажут, и намного логичнее, и мне кажется, правильнее это, чем прийти к одному врачу и сразу начать пить все, что он тебе скажет, одно дело, когда у тебя какой-нибудь понос, тебе говорят, вот, пей вот это, чтобы поноса не было, и ты такой, а, окей, а другое дело, когда у тебя хрен пойми, что, и каждый врач тебе рассказывает свои истории, то, что тебя прищипят, потому что у тебя там, ну, в желудке что-то, другой врач тебе говорит то, что у тебя прищипят, потому что я плотная кожа, девчонки, помашите, я вас не обманула, а дала вам наряд, то знаете, как бы, да, все честно, спасибо, девчонки, вы супер, вот, не покотались, я была в маске, всех заставила фотошопить меня, так что, вы классные, спасибо вам, ура, встретилась с подписчицами, передала им платье, которое они выиграли, мы в розыгрыше, вот, было шесть девочек, это значит, что осталось еще, дофига, сколько у меня там было, 13, 14, одной девочке я тоже уже отдала, которая ко мне домой приходила, после чего мне все писали, что я вообще охреневшая, не пустила ее на порог, и типа, ну я на это уже отвечала, типа, что за бред, а я об этом, на этом в сторисе отвечала, типа, что за бред, я сняла, как девочки, как бы, ну, пришли ко мне, а потом уже, когда я не снимала, ну, конечно, я ей сказала, заходите, ну, мы там чая не пили, все такое, я вообще на дачу уезжала в тот момент, я торопилась тоже, но я как бы впустила за порог квартиры, ну, я в этом ничего такого не видела, но с другой стороны, знаете, я имею полнейшее право, без того, чтобы кто-то на меня обижался, вообще не пускать в квартиру, а могла бы хоть около подъезда встретиться, знаете, ну, как бы девочка попросила, ну, все, я это уже рассказывала, не хочу, это, терепоникать эту тему, иногда у меня пробегает такая мысль в голове, просто расплакаться, я не знаю, но я держусь, знаете, я держусь, поэтому я еду в Макдональдс, да, да, все верно, блин, такая вообще снежная королева, я не ела в Макдональдсе три недели, если не больше, и знаете, что, да пошло оно к черту все, не могу сказать, что я очень сильно хочу Макдональдс, наверное, я просто хочу поесть Макдональдс на зло всем, и себе тоже, я его люблю, я его давно не ела, не знаю, очень интересно, какие эмоции я сейчас ощущу, ощущу, ощущать буду, я совсем забыла, что завтра я записана на маникюр, к своему мастеру, который пофиг на мои прыщи, она меня видела и похуже в состояниях, я к ней хожу уже лет сто, вот, и пойду завтра сделаю маникюр в четыре часа, ну, типа, норм, и буду просто в сторисе снимать без своего лица, вот и все, кстати, еще можно было бы завтра съездить на дачу, забрать елку, я, честно говоря, мне так впадлу елку наряжать в этом году, вот эти все заморочки, у меня нет никакого новогоднего настроения, у меня вообще нету какого-то праздника, в плане, в голове у меня настроение только вылечиться скорее, и не опускать руки, но при этом вот каких-то заморочек, типа елки, вообще нет у меня этого в голове, но, наверное, это будет неплохо, все-таки елка, Новый год, все-таки, у меня же есть Apple Pay, господи, я тут наконец-то перешла на Apple Pay, мне даже не верится, и теперь я могу не лезть постоянно за карточкой, а просто взять телефон, который у меня всегда под рукой, и оплатить, господи, что же заказать, все по одному, не, я, наверное, блин, я не знаю, хочу чуть-чуть наггетсов, здрасте, можно, пожалуйста, 4 чикен макнаггетса, кисло-сладкий соус, можно мне, пожалуйста, наггетсы, чизбургер, картошку, соусы и воду, хочу вкусить Макдональдс, но мне абсолютно пофиг на Липтон, я могу без него, я приучила себя пить воду, и мне очень даже вкусно пить воду, конечно, я Липтон, он у меня всегда, в сердечке, люблю, но, но Липтон я не так сильно хочу, я больше сейчас голодная, чем жажда у меня, поэтому я могу спокойно съесть Макдональдс, господи, я прямо из этого целое событие одеяла, я в Макдональдсе 3 недели не была, если не месяц, ну реально, мне кажется, что очень давно, и прикиньте, просто прикиньте, я сейчас поем Макдональдс, проснусь, у меня идеальная кожа, идеальная, знаете, когда кто-то мне говорит, что прыщи из-за питания, и что-что-то, я вспоминаю те периоды в моей жизни, когда у меня очень, ну, не идеальная, да, но хорошая кожа была, вообще не жаловалась, могла даже, ну, не париться по поводу, там, косметики, по поводу ракурса света, да, ну, как бы, чтобы прыщи не видно было, и я при этом ела и Макдональдс, и чипсы, и Липтон, то есть, сейчас я исключила много всего, хотя я уже потихоньку к этому всему возвращаюсь, потому что я не вижу никаких улучшений, получается, за две недели без алкоголя, сыра, все такое, только без лактозное молоко у меня было, из, типа, таких плюс-минус каких-то молочных приколов, без чипсов, без всего, хотя я пару раз ела чипсы, но это было, типа, три штучки, может, маленьких, просто, чтобы вкус почувствовать, и, как бы, максимально я старалась, да, вот, ничего такого лишнего не съесть, и никаких, ну, просто ноль, ноль улучшений, ноль, поэтому каждый раз, когда кто-то там мне что-то будет говорить, еще хоть раз попробуйте мне, я вам такое учиню, сегодня был ужас, я достаю из машины, из багажника пакеты подарочные, ну, не подарочные, а с платьями, достаю, и какой-то мужик проходит мимо, и говорит что-то, какой-то конфеткой у меня назвал, типа, помочь тебе, думаю, сука, я его игнорировала, здрасте, здрасте, спасибо, второй раз в жизни оплатила что-то Apple Pay, так страшно, здрасте, спасибо, обычно я ем на ходу, типа, еду и ем, но поскольку я сейчас снимаю влог, я хочу поесть на камеру, как бы тупо это не звучало, ух ты, как вкусно, все это мне, такая интимная обстановочка, пробуем чизбургер, три недели, пролетели, вкусно, где огурчик, я люблю огурчик, а вот он, надо быстрее до него дойти, вау, сейчас какая-нибудь, ТП сидит и пишет, слабачка, не выдержала, а чего, ради чего, а, ради чего, мне не жрать Макдональдс, ради ничего, хорошо дошел, по-моему, я этого достойна, блин, клево, ой, давно я не была в Макдональдсе, все, по чуть-чуть поем, мне написали в директ, многие, по поводу этого клеща, Демодекс, Демодекос, написали то, что все это фуфло, типа, вообще, типа, роли не играет, ну, не все так написали, Надя, подруга написала, что, типа, у тебя точно не Демодекос этот, он по-другому выглядит, я говорю, я столько картинок вчера сидела, смотрела в интернете, что очень даже были и похожие, но фиг знает, в любом случае сдам, как минимум, исключим или подтвердим какой-то диагноз, это не диагноз, наверное, а просто какой-то клещ с Аней, короче, все, я поехала домой, и из дома уже к вам вернусь, в общем, ребят, пришла домой, посмотрела еще раз на свою кожу, в зеркало, вблизи, и, наверное, из-за такой тонны косметики, я понимаю, что это усугубляет, ситуация, я же не совсем тупая, да, а я вообще не тупая, я так считаю, конечно, я понимаю, что все это усугубляет, но как я могу просто взять, выйти и не замазать это, я не могу, не могу, я, блин, в обществе, в социуме живу, я не могу видеть себя с прыщами, ну, я вижу себя с прыщами, короче, я уже даже не знаю, у меня нет настроения, мне не хочется уже даже никакие тиктоки снимать, точнее, не то, что нет настроения, просто мне не хочется сейчас опять на то, что немножко стерлась, накладывать еще кучу косметики, я думаю, может просто отпустить ситуацию, просто вот реально лечь, сделать себе чай, и просто лежать сегодня вечер, да, уже ночь, завтра просто заниматься ничего не деланием, устроить себе такой отдых, релакс, помедитирую, посижу, не знаю, сделать какой-нибудь вкусный ужин, ну, попозже, правда, я уже объелась могла, но всем, ну, в общем, думаю, да, редко, но 40 минут, или почти каждый день, иногда каждый день, но типа там 15, это самый минимум, которого у меня вообще, мне кажется, я не знаю, когда такое было, но это очень давно, в основном будем брать самый минимум, типа 23, грубо говоря, минуты, до 30, а не 40, но мне кажется, вообще спокойно, можно хоть каждый день такие видосы выставлять, да, так что поддержите лайком, но все равно, сорян, что некоторые влоги будут короткими, войдите в мое положение, мне просто в какой-то момент хочется прекратить все съемки и что-то с этим сделать, поэтому на сегодня все, всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, извините, что я постоянно говорю про свои болячки, но типа, что болит, а то мы говорю, что поделать, и я вот даже думаю, на самом деле, я такой счастливый человек, у меня единственная, самая большая проблема в моей жизни, это прыщи, хотя это на самом деле очень неприятно, и как бы, это влияет на мою психику, конечно же, на мое психическое здоровье, из-за чего я могу там простудиться, да, ну допустим, из-за нервов, но я просто имею ввиду то, что я реально очень счастливый человек, у людей бывают такие проблемы, там типа, кушать нечего, еще что-то, а у меня просто единственная проблема в жизни, это мои прыщи, поэтому, поэтому, вот, взбодрилась, вот так я себя и утешаю, так что все, всех люблю, я целую и обнимаю, всем пока!